Лето-осень 1814 года, но события в основном в Америке. В Европе Венский Конгресс заседал, делил Европу, ругался между собой, и Наполеон этим потом воспользовался, все-таки попытался вернуться. США вообще-то воевало на стороне Наполеона, то есть в 1814 году они были на грани поражения, англичане освободили в Европе войска и, соответственно, начали перебрасывать уже в Канаду, чтобы покончить с США. Ну, вот непонятно, какие были планы британцев. Дело в том, что американская историография все это выдает за Вторую войну за независимость, хотя исходно это была война за захват Канады. Но и утверждает, что вот если бы американцы не сражались героически, то Англия бы снова завоевала, хотя Англия серьезно там даже от границ не продвигалась, в основном все было на канадской границе, все события. В начале 1814 года опять они новый набор в армию США объявили, не добрали, но все-таки вот за прошедшие годы войны, 12-13, они армию более-менее восстановили, была боеспособная. Начали наступление в июле 1814 года в районе реки Ниагары, где удалось им занять Форт Эйрих, и было такое сражение при Чиппе, в котором разбили британцев. Ну, это значит наступают там, где великие озера, там, где вот Чикаго и все такое. Территория не сильно-то и населенная на тот момент, но там определенные укрепления есть британские. К тому же там индейцы, которые британцев поддерживают. 15 августа там в процессе боевых действий опять британцы пытались свернуть Форт Эйри, но не вернули. То есть вот именно на этом участке, ну, на карте видно, было именно наступление американское, на других не было. У британцев флот освободился, поэтому они приступили к пиратским нападениям прямо вот с моря, в любую точку США, а главные города США как раз были близко к морю. В частности, они напали прямо непосредственно на столицу, на Вашингтон. Вошла эскадра, 3600 человек десанта, в реку Потамак. Часть они на Балтимор выделили, основную часть на Вашингтон. 24 августа англичане захватили Вашингтон, сожгли там Капитолий, Белый дом американский, захватили 200 орудий. Значит, и главнокомандующий американской армии, собственно, президент Мэдисон, он бежал из столицы, который эту войну развязал. Уничтожили при этом американскую флотилию, которая пыталась прикрывать столицу. Ну, однако, Балтимор был отбит, то есть нападение на Балтимор было отбито, американцы постарались. Ну и в целом, в общем-то, это была просто пиратская экспедиция устрашающая, поэтому ничего не захватили и отступили. Со стороны Канады британцы пытались тоже начать наступление на Нью-Йорк, но дальше первого форта не продвинулись, и там их тоже отбили. Британцы также пытались захватить новый Орлеан, уже в конце 1814 года высадили там десант. Тоже, в общем-то, были отбиты, главнокомандующий по Кенхем был убит. Ну и в какой-то степени вот эта вот стратегия американцев делать, так сказать, партизанскую армию, она сработала в последний год войны, потому что с любого города они могли отбить, в общем-то, англичан, хотя флота у них не было нормального. Почему-то российский император Александр решил стать посредником в переговорах о заключении мира, хотя обычно он выступал за то, чтобы всех добивать, вот почему-то он заступился за Америку, а Россия стала одной из ведущих держав Европы, и Англии нужно было считаться. 24 декабря 1814 года подписали Генский договор, по которому, в общем-то, вся война по нулям пошла, то есть восстановили весь статус, который был до войны. То есть, получается, три года воевали напрасно американцы, видимо, в связи с этим американская историография все это выдает за то, что была какая-то реальная опасность независимости и так далее. На самом деле, Америка напала на стороне Наполеона, который проиграл, пыталась захватить Канаду под это, под все, ну и, в общем, все это провалилось. А в последний год войны они оборонялись уже по всем фронтам и с моря, главное. Ну, в общем, заступился царь Александр, русский, и тем самым вторая война с Англией закончилась. Ну, в целом, она привела к тому, что дальше уже с Англией не воевали, Англия никак на независимость США не посекала, потому что те два раза отбились. США сочло это своей победой и начало претендовать вообще на лидерство Америки, тем более восстали же все испанские колонии, и США считало, что это по их образцу. Реальной экономической базы, которая у США появится к концу 19 века, у них не было. То есть, вот в конце 19 века действительно США, одна из ведущих индустриальных держав мира, действительно пытается осуществить свою гегемонию во всей Латинской Америке, вытесняя оттуда Англию, которая ранее там экономически доминировала, это будет. А вот в это время у них даже нет нормальной промышленности, только еще все начинается, хотя Америка развивается довольно быстро, надо сказать. Ну вот, скоро будет доктрина Монро, я подробнее об этом все расскажу, как они себя видели после этой войны. Ну и самое главное, это последствия какое? Индейцы воевали за Англию, поэтому белые США воспользовались как предлогом участия в некоторых индейских племен в войне за Англию, и начали вообще выселять всех индейцев, издали законы переселения индейцев, в том числе тех, которые были союзниками США, сотрудничали с США, такие как Чироки и так далее, которые даже усваивали в какой-то степени европейскую культуру, всех депортировали в пустыню на индейскую территорию вот со всех земель, которые контролировал США. В общем, это очень, так сказать, ужасное событие переселения этих самых депортаций племен, о чем я еще, конечно, все расскажу, это трагедия индейцев Америки. Но суть в том, что вот именно потому, что северные индейцы американские участвовали за Англию, США теперь, значит, сошло, что вообще индейцы, так сказать, враги этого государства, их нужно согнать со всех земель и заселить их белыми. Ну, видимо, они и раньше так считали в США, просто вот как предлог это все выступило. Но это событие на самом деле ужасное, и, в общем-то, история США во многом с этого геноцида начинается, они до сих пор, так сказать, это все осмысливают, но что сделано, то сделано было. Индейцы вполне могли, так сказать, войти, как цивилизованные племена, они постепенно усваивали культуру европейскую. Когда вот отбили Балтимор, написали, значит, звездно-полосатый флаг, песню, вот эта песня посвящена именно сражению за Вашингтон, в котором город Балтимор не сдался, и эта песня стала государственным гимном США, то есть во время этой войны написали госгимн США. Ну, понятно, что есть много музеев, фильмов, раз у них там передовое кино про свою уж историю, тем более она у них короткая, снимают они много, то есть память об этой войне есть. Тем временем Боливар, как я уже говорил, в конце 1812 года в Колумбию убежал из Венесуэла, Колумбия была независимой, и в Колумбии написал манифест из Картахены, где призвал воевать в Колумбию за освобождение Венесуэлы от испанцев, собрал там войска, в августе 1813 года занял столицу Венесуэлы Каракас, где провозгласил опять Венесуэльскую республику, то есть Франциско де Миранда был в тюрьме и там умер, его дело продолжил Боливар, и теперь он стал президентом Венесуэльской республики. У него было прямо специальное звание Эль Леверталор, то есть освободитель. Однако же испанцы опять подогнали там войска, и часть там населения их поддерживала, поэтому 6 июля 1814 года Боливара опять выбили из столицы, то есть он где-то год проконтролировал Венесуэлу, он бежал к англичанам на Ямайку, и на этой стадии, если раньше они пытались и с Наполеоном, и с Англией, хотя и раньше они в основном с Англией сотрудничали, теперь они уже практически все сотрудничали с Англией, вот эти все по станции, Аргентина тоже, и по результатам войны там у них Англия вышла на эти рынки, и фактически они попали в экономическую зависимость от Англии первое время. Потом они эти вопросы решали, но после войны за освобождение на всех рынках Латинской Америки доминировала Англия, и все лидеры туда же бежали. Я к чему это все говорю? Потому что Боливар бежал на Ямайку, то есть на английскую колонию, где он опять выпустил прокламации всяческие, призывая, так сказать, и дальше сражаться за освобождение Латинской Америки и за создание там независимых республик.